Всем огромный привет! Меня зовут Карина, всё ещё. И сегодня мы с вами поговорим об ароматах для влажной жары. По-моему, некоторое время назад у Наташи Золотарёвой было видео, которое назвалось «Русалочные ароматы». И насколько сохранила моя память, там как раз-таки речь вот о подобного плана о ароматах и шла. Хотя, возможно, там был более такой глубокий мифологический подтекст и контекст этого видео. В любом случае, судя по нашему прогнозу погоды, у нас, собственно, то плюс 35, то вдруг короткий дождь. Ладно, не 35, а 30, я драматизирую. То короткий дождь, то снова жара, и в итоге получается, что вот так вот влажно, липко, душно, противно и всё такое. Вот. И помимо того, что, как я говорила уже в прошлом видео, да, мы можем носить, естественно, в такую жару свежаки. Мы всегда можем носить свежаки, собственно, никто не запрещает. Это как раз-таки очень красиво именно в эту погоду. В такую жару очень красиво белые цветы. Опять же, в любую жару красиво белые цветы, хоть сухую, хоть влажную. Но именно влажная такая противная липкая жара – это идеальное время для того, чтобы носить всяческие разные пресно-зелёные ароматы. Что я имею в виду? Это ароматы… У меня блёстки на щеках. Это ароматы, которые пахнут тёплой пресной водой, каким-то таким слегка радиоактивным болотцем, которые пахнут реками где-то в центральной полосе России и дальше, куда полетит уже ваше воображение. Собственно, хоть на планету Пандора. И да, это спойлер. Вот. Обо всём таком сегодня поболтаем. Ароматов у меня таких немного, но они классные, они есть, и они, безусловно, заслуживают внимания. Начнём мы… Пойдём по истории. Начнём с самого первого аромата, который был придуман на тему вот такой вот прям тёплой, как парное молоко воды. Это, собственно, Лагуна Сальвадора Дали. У меня половинка тридцатки уже осталась, совсем немного. Я не думаю, что мне нужно его дублить, потому что ношу я его редко, но меж тем я могу сказать, что это действительно великая вещь. Ну, мало того, что да, это аромат, который дожил до нас с 94-го года, и, наверное, он претерпевает какие-то изменения, потому что моему флакону лет так… Шесть, наверное, где-то. И с каждым годом я его воспринимаю всё по-разному, и по-разному, и по-разному, и по-разному. Отчасти меняется, конечно, моё восприятие. Отчасти меняется сам аромат. Он становится гущён, становится плотнее. Знаете, это ощущение… Вот, может быть, если вы были на Азовском море, вы меня сейчас поймёте. Когда уже в августе море начинает немножко уходить, там появляет вот эта тёплая вода, абсолютно стоячая, абсолютно… Она аж немножечко густая, по ощущениям. Купаться в ней – ну, такое себе мероприятие, но ножки помочить можно. Вот. Во пирамиде здесь что-то типа ананаса, кокоса и всё такое пиноколада, но на самом деле, чем больше я этот аромат пытаюсь для себя понять, тем больше я понимаю, что это такой вот теория мирового бульончика, что это такая вот водица, в которой, собственно, будут появляться со временем достаточно разнообразные, возможно, не самые мирные формы жизни. Интересная штука, делал её, к слову сказать, Марк Бакстон, и в этом тоже есть некий такой двойной смысл, потому что… Ну, собственно, мы ждём от ароматов Сальвадор Дали, в общем-то, простоты и понятности. Ну, серьёзно, я не умоляю парфюмерию этого бренда, я не хочу сказать, что она какая-то не такая. Нет, она такая, она, безусловно, заслуживает уважения, у них есть хороший аромат у этой марки. Ну, а тем не менее, собственно, ничего сложного лично я в ароматах Дали, за исключением, наверное, классических губ, никогда не встречала. А вот здесь интересно, потому что за, казалось бы, такой вот беззаботной историей про валяние на пляже и попивание коктейльчика, пиноколады, на самом деле скрывается достаточно глубокая, по-бакстоновски глубокая работа, с которой стоит познакомиться всегда, особенно если вы, допустим, младшего поколения, и как-то 90-е пропустили. Это совершенно нетипичные парфюмерные 90-е, потому что акватика в 90-х была другая. Она была типа Эсэй Мияки, Лёда Эсэй, или типа Лепаркинзу, да, вот, такого плана ароматов по восприятию, наверное, было много, а вот по реальному звучанию и по реальному его характеру, такому непростому, на самом деле, мало. Поэтому если вы вот эту эпоху пропустили, или вы ее, ну, например, переносили в какой-то момент, да, такое же бывает, попробуйте снова, потому что, возможно, сейчас уже с новыми какими-то парфюмерными трендами на Лагуна откроется совершенно по-особому. Я каждый год у меня, я дергаюсь с тем, чтобы ее продать, потому что я ее не ношу, а потом становится жарко, я достаю флакон, брызгаю на руку и понимаю, что, нет, это очень красиво, и это гораздо глубже, чем пытается казаться на первый взгляд. Поэтому, да, Лагуна, Сальвадор Дали, конечно же. Второй аромат, который, собственно, вышел несколькими буквально годами позже и, собственно, продлевал ту же самую тематику, это Эден Кошарель. Это у нас уже, если Лагуна это 94-й, то Эден это что-то типа 96-й, 97-й год, вот где-то так. Здесь уже конкретно кувшинки, по-моему, тубероза здесь, я ее, собственно, чувствую, ну, такое, скорее, стебли, нежели цветы. Причем стебли, застоявшиеся в воде. И такая вот майская ночь или утопленница, реально. Я знаю, что, собственно, все люди, которые знакомы с Эден, делятся на две категории. Те, кто его обожают, или те, кто говорит, что это просто вообще невозможно, это же вот мертвая русалка в зарослях камыша. Я отношусь к нему скорее нейтрально. Я не включаю себя, безусловно, в его фан-клуб. Аромат я этот купила просто потому, что вроде бы как пошли слухи, что его сняли. В этот момент моя подруга была в Германии, где его на тот момент, не знаю, как сейчас, можно было купить сильно дешевле, чем он продавался в России, потому что у нас уже начались цены типа 6-7 тысяч. Такая, вы что, серьезно? Вот. И, соответственно, там он стоил что-то типа двух. Ух, я просила привезти мне флакончик. Вот. Поэтому для коллекции, как эпоху, как эропарфюмерную, да, мне он нужен. Мне он нужен, в том числе, возможно, если предстоит какие-то оффлайн-лекции читать или что-то еще, мероприятия какие-то. В любом случае, эта вещь действительно знаковая для очень длительного периода времени. Вот. И здесь действительно вот эта вот русалочья пресноводность влажная зелень, пресная какая-то такая, не широкая, небольшая вот речка-переплюйка где-нибудь в нашем центральном регионе. Может быть, чуть-чуть поюжнее. Там, знаете, какой-нибудь Липецк или от Своронеж. Вот. Классный. Классный. И, опять же, это вот, к слову сказать о том, что аромат вышел в бюджетной достаточно марке. Ну, кошерель не стоит дорого. И его никогда не воспринимали те, кто не застал его вот пик популярности, как что-то такое. Но при этом, если сейчас вот взять вот что вот это, что, собственно, вот это, перелить куда-нибудь в более серьезные бутылки, и назвать это какой-нибудь такой вот прям нишей-нишей, поведутся. Естественно, никакая влажная жара, а лучше просто влажный... Влажный дождь. А какой бывает еще дождь, Карина? Господи, что у тебя? Что с тобой? Если просто начинается сильная гроза летом, просто поливаемся аурой, открываем все окна на распашку, дышим этим воздухом, обуваем какие-нибудь резиновые сандали, которые не жалко, если намокнут, и бежим прыгать по лужам. Аура Мюглер создана для влажных джунглей, создана для влажной жары. Это вот такие прям жуткие тропики, сильная влага. У меня есть во всех трех существующих на данный момент вариантах. Если бы я, наверное, выбирала какую-то одну, я бы выбрала классическую, если вот так вот просто, знаете, строк говорят для ношения, но поскольку у меня некоторая аддикция, связанная с брендом, и я стараюсь прибрать в свои ручоночки все, что выпускает бренд Мюглер, то ни от одной из трех этих вариантов я не готова отказаться. У меня здесь есть классическая аура, аура в туалетной воде и аура сенсуэль. Какая или сенсуэль, есть, конечно, вопросы в плане дизайна, потому что вот эта вот фигулина, эта краска, и она, насколько я знаю, сколупывается, хотя у меня вот вполне нормально живет. Давайте начнем непосредственно с классической, поговорим в первую очередь о ней, потому что, ну, прародитель. Сердце Салазара Слизерина, как я ее так вот удачно назвала, и потом это просто растащили по блогам, и стали, я даже где-то прочитала, что аромата аура Мюглер, который в блогосфере называют сердцем Слизерина, я его так называю, никто, больше я ни от кого этого не слышала. В общем, короче, джунгли планеты Пандора, сердце Салазара, и он очень... Здесь ревень в сочетании с очень такой вот плотной, выросшей оранжерейной буквально, да, или вот этой тропической влажной зеленью, в сочетании с ванилью, немножечко, совсем какой-то там микрон цитрусовых в начале, буквально вот, чтобы сделать ревень еще более сочным, но по минималкам. Класснейшая простость. Аура очень люблю, считаю действительно невероятно удачным запуском. Тоже такой люкс, который залитый в нишевую бутылку, будет восприниматься вполне как ниша. Непростая, абсолютно непростая история. У большинства людей с ней либо да, либо нет. Никаких, может быть, никаких вариантов, потому что, ну, непроста. Непростая девчонка. Но если вы ее полюбите, вы ее полюбите, действительно. Зимой превращается просто в оружие массового уничтожения. Я уже, по-моему, рассказывала эту историю, как я... Мы ходили с Леной Богданом на фандомный показ «Вторых фантастических тварей». Я, естественно, отцепилась в Лизинский галстучек, сидела. Вот. И полилась аурой. У нас была договоренность с Богданом. Он приходил в туалетке как раз, я была в парфюмерке. И я еду в такси, а мне надо было с утра завести кота в больницу, оставить его на операцию. Гарри Поттера взросла жизнь, да, уехать в кино, вернуться, забрать кота с операции, уехать домой. Так получилось. Потому что операцию обназначили на этот день, когда уже были взяты билеты, ну и как бы... А что отказываться, да, когда он там все равно будет в клинике под присмотром врачей, я что, буду сидеть несчастная рядом под дверью? Глупо. Вот. Поэтому я его, когда везла в клинику, а ехать тот минут, так, наверное, сорок плюс-минус стоматологическую, кошачью, я уже так, хоть холодно, это там конец ноября, я такая, откройте, пожалуйста, мне все окна, я не могу, я задыхаюсь, водитель такой, что можно? Говорю, да, спасибо. Вот. Потому что я сделала, ну типа два пшика, ну то есть я там не облилась с головы до ног, ничего такого, я вот скромненько достаточно, но тем не менее, в холоде, а ноябрь в Москве уже традиционно холодный, она просто превращается в парфюмерную, вот-вот, зеленый луч авадокедавры. Чего нельзя сказать, собственно, на туалетной воде, она более дружелюбная, у нее, как можно, собственно, видеть, да, уже принципиально другой цвет флакона, если здесь это, так вот хорошо видно, если здесь это прям такой реально, вот слезеринский зеленый изумруд, то тут это уже ближе к цвету травушки, муравушки, она более дружелюбно выглядит и, собственно, более дружелюбно пахнет. По сути своей, это та же самая, ой, это та же самая аура, но разбавленная сверху грушевой нотой, и эта грушевая нота, которая, вот она прям стартует так достаточно ярко и уверенно, она аромат сильно смягчает. не знаю, получается, что вот вместо этого замеса такой вот, прям, душной зелени и ревеня, у нас вместо душной зелени появляется груша, которая дает мягкую фруктовую сластинку аромату, которая дает ему какую-то легкость восприятия, а потом, собственно, как бы, так же, как и дальше, да, появляется и душная зелень, появляется и ваниль и так далее, но это уже более разведенное, то есть оно не настолько накручено, оно не такое плотное, оно не такое сгущенное, да, там есть все, все, все те же самые нюансы, но они звучат более мягко, более как-то обволакивающе, да, более компромиссно, и можно сказать, что, в принципе, это такой более коммерческий запуск, безусловно, вот, но это, наверное, для многих стало таким вот альтернативным вариантом примириться с ароматом, с которым примириться тяжело, многим действительно тяжеловато носить классическую ауру, а вот Eau de toilette, возможно, будет их вариантом, поэтому, если вам идея, аура нравится, как идея, как концепция, но вы не можете носить ее не во влажную жару, ни в какую угодно погоду, потому что, вот, перебор, попробуйте туалетку, а если и туалетка показалась вам too much, то следующий вариант, это, конечно, Ossensuel, потому что она еще более коммерческая, да, блин, что-то куда-то пошипнуло, она еще более коммерческая, она еще более лайтовая, чем две другие, потому что здесь уже вместо груш такая жвачная, фруктовая тубероза, у туберозы бывают разные оттенки, мы это знаем, проговаривали, и в том числе тубероза иногда пахнет жвачкой, вот прям вот бубльгум, и вот здесь вот есть этот самый бубльгумный аккорд, фруктовый, а низы, все вот эти вот хищные истории про тропические джунгли, густую ваниль, насыщенную и так далее, они здесь еще больше на минималке прикручены, и получается, что вот эту вот русалку просто, здесь она просто совсем дикая, да, вот она максимально дикая, здесь она хочет соблазнить моряка, а здесь эта русалка, она уже продала свой голос, отдала его за возможность ходить ногами по земле, и первым делом заглянула в салон красоты, она такая пригламуренная здесь уже, самая лайтовая, самая коммерческая аура из всех, я думаю, что вот более коммерческую, марки делать уже не надо, вот достаточно, да, можно уже начинать как-то обыгрывать какие-то другие грани, вот скорее на основе вот этой истории, нежели идти по пути облегчения, хотя я понимаю, зачем это делается, да, за тем, что первое, при всей своей великолепной красоте, она все-таки не простая штучка, вот, все три аромата, как, собственно, исследуют из названия и тематики данного видео, это идеальные варианты для влажной жары, еще у меня классическая аура есть в миниатюре, но это прям бэби-аура, и она больше несет себе декоративную функцию, нежели какую-то прикладную, и последний аромат, единственный из ниши в сегодняшней подборке, хотя для меня лично вот все вот это направление, вот этих вот пресноводных цветов, таких, знаете, цветы в теплой воде, оно для меня в целом все достаточно нишевое по своему звучанию, и я думаю, что любой из этих ароматов, упакованный в какой-нибудь новый бренд, который будет раскрывать разные грани этой темы, вполне могли бы быть приняты за такую прям тру нишу, ну может быть Мюглер выдал бы какой-то такой вот профиль своего собственного ДНК, который узнаваем каждому, кто с ним познакомится, Сиэль Амуаш, аромат называется небо, Сиэль это небо, но на самом деле Сиэль, да, у меня еще старые выпуски, случайно, у меня был флакон новый, я его в итоге продала, по частям, потому что мне попался первый выпуск, Амановский, вот, я не гоняюсь за Амановскими Амуажами, я в общем считаю, что это такое больше надуманное, но именно вот крышки из первого выпуска, несмотря на то, что они не магнитные, в отличие от новых, которые металлические, эстетически мне больше нравятся металлические, но типа первые выпуски, это всегда первые выпуски, поэтому, в общем, Сиэль, несмотря на то, что аромат называется небо, по факту, он полностью про про воду, он про воду и про землю, он про кувшинки в пруду, про сочную зелень, какая-то, что у нас там вокруг пруда растет, рога, с камыш, да, я не камыш, но ты никому это не докажешь, или как там в этом шутили, по-дрога, в общем, все вот эти вот растения, которые у нас растут вдоль озер, прудов и рек в Европе и кувшинки, которые плавают, собственно, в этом самом пруду, дальше полет вашего воображения, можете придумать там мертвую женщину в этом пруду, можете не придумывать, это не лилия, иногда говорят, что сиэль это аромат лилий, на самом деле, нет, это водяные лилии, это кувшинки, лилии, как человек, который от классических лилий имеет просто страшнейшую головную боль, я могу сказать, ну, то есть парфюмерные я ношу, но тем не менее, я все равно их безошибочно узнаю, у меня голова от них не болит, но я их всегда как бы узнаю, потому что все равно вот это ощущение опасности, оно где-то вот стучится в голову, хотя и я вроде бы научилась с этим бороться и лилии научилась носить, вот, но это не лилия, это кувшинка, обожаю, просто обожаю на вот текущую погоду, когда не то, чтобы прям совсем, да, вот тут тропики, потому что вот когда совсем тропические ливни в Москве, вот, вот это, но тем не менее, когда влажно, когда душно, когда одеколоны слетают за три секунды, а все равно хочется какой-то такой вот зеленой свежести, один из моих идеальных вариантов, это именно сель, зелень, вода, цветы, максимально допустимый уровень воды в аромате, что акватика здесь присутствует, но если акватики будет больше, на мне это будет уже сидеть плохо, чуть не уронила, ну, вряд ли бы он разбился, тут мягко все, вот, рассказала вам о своих таких вот немножко, чуть-чуть русалочей, самую малость, о ароматах, напишите мне в комментариях, какие ароматы для влажной жары есть у вас, что вы в это время носите, давайте обсудим, давайте поделимся впечатлениями, как вы поняли, исходя из вышесказанного, я люблю как раз-таки легкую акватичность и красивую зелень, и красивые, такие мягкие цветы, легкую сладость и что-то вот такого плана, сочетание легкой сладости, минимума влаги, цветов, зелени, чтобы ассоциативно это как-то ложилось куда-то, знаете, вот в реки и в пруды по настроению, я буду рада, если вы мне дадите знать в комментариях, что у вас по этой теме, также не забывайте, что там внизу есть телеграм, инстаграм, и на все это надо жамкать и подписываться, ставить лайк, если видео понравилось, писать комментарии, ставить дизлайк, если вас что-то не устраивает, потому что просто дизлайк, молчанку, это не круто, а я благодарю вас за внимание и прощаюсь до следующих выпусков, пока!